Дорогие друзья, приветствую вас! Всех, кто смотрит нас и считает для себя важным принимать Слово Божье. Спасибо за предоставленную возможность телеканалу ТБН, Вера 24 и везде, где сегодня мы можем провозгласить, что Иисус есть Господь для всех народов. Дорогие друзья, сегодня у нас непростая тема. Мы будем говорить о массовом охлаждении или как не стать равнодушным. Мы говорим о том, что по-настоящему считаем важным и верим, что Дух Святой побуждает сердца наши, чтобы передавать Слово и обращаться к Божьему народу, чтобы мы бодрствовали, вникали в себя, смотрели за собственным сердцем и очень правильно ожидали пришествия Господа. В Евангелии Матфея 24 главы 12 стихом сказано, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Мы говорим о том, что именно перед пришествием Иисуса Христа враг, дьявол, все силы тьмы, они будут делать серьезное ударение и будут иметь такое нападение на народ Божий, на церкви, на всех, кто любит Господа, на всех, кто Ему служит, на состояние сердца, на состояние любви. Беззакония будут умножаться, разложение общества будет умножаться. Я понимаю, что сегодня есть много разных добрых пророчеств, которые говорят о том, что перед днем Господа Россия, наша Богом спасаемая страна, наполнится огромным пробуждением. И многие люди встанут на колени, поднимут свои руки к Богу и будут славить Его и выйдут из тьмы в чудный Божий свет. Я верю в это всем своим сердцем. Я ожидаю этого. Но я также знаю, что во втором послании фессалоникийцам, второй главы сказано, что перед днем Господа будет великое отступление. И по причине умножения беззакония, где написано в 24 главе Евангелия Матвея, во многих, во многих, это не два, не три, не одна церковь, не две, во многих охладеет то самое главное чувствование, откровение, решение, которое Богом было дано церкви, которое и отличает ее от всех остальных организаций на этой земле. Церковь, движимая Божьей любовью. Бог никогда не будет нас обличать или наказывать, или как-то что-то делать с нами такое строгое, судить нас за то, что Он нам не вверял. Но Он верил нам самое главное, чем был Сам наполнен, когда был на этой земле. Бог есть любовь, Он дал нам Духа Своего Святого. Мы уже имеем Божью любовь. Это написано в Римлянам 5 главы 5 стихом. Давайте прочитаем этот текст. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Иногда мы думаем, что когда Дух Святой изливается на человека, то номером один он должен говорить на иных языках. Я молюсь на иных языках. Благодарю Господа за привилегию ходатайствовать в пророческом духе. Мне наполняется сердце силой, радостью, откровением. Конечно, очень приятно и сильно, когда ты слышишь пророчества, когда действуют сверхъестественные дары. Да и аминь. Но Писание говорит нам, что не языки главное, Писание говорит, что не пророчества главное в момент, когда Дух Святой дается человеку. Дух Святой дается человеку для служения. И это служение должно быть наполнено правильным мотивом. Правильный мотив может базироваться только на основании бескорыстной любви. Поэтому апостол Павел написал в первом послании Коринфянской Церкви 13 главы. Да-да, это очень знакомая глава о любви. Всегда нужно цензурить свое сердце, прочитывая этот текст, вновь и вновь выверять свое внутреннее состояние с 13 главой первого послания Коринфянской Церкви. О, какая честь, что в этом чудесном эфире я смогу прочитать эти слова. Писание говорит, 1 Коринфянам 13 глава. 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 2 Коринфянам 13 глава. 2 Коринфянам 13 глава. 2 Коринфянам 13 глава. 1 Коринфянам 13 глава. 2 Коринфянам 13 глава. 3 Коринфянам 13 глава. 3 Коринфянам 13 глава. который не имеет никакого статуса, никакой позиции священнической, но его стандарт отношения к ближнему оказался намного выше, и он был приятен Господу. Это написано в Евангелии Луки, 10 главы, 27 стихом. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И сказал ему Иисус, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. «Самарянин же некто, проезжая, нашел его, ох, как мне это нравится, и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что больше, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты, был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, «оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Это удивительная, практическая глава. Здесь показаны несколько категорий людей, которые имели дело с этим заблудшим, шедшим в Иерихон. Первая категория людей – это разбойники. Их заповедь в жизни была очень простой. Они всегда говорили так, «Твое будет моим, даже если этого ты не хочешь». Они его схватили, избили, изранили, едва живым выбросили на обочину. Все. Вторая категория людей – это статные, какие-то влиятельные, всегда торопясь еще на служение люди. И написано, по случаю священник шел тою дорогой. И он увидел этого израненного, но у него в том-то и дело была заповедь внутри. Он говорил, «Мое останется моим, какое отношение я имею к твоим проблемам?» И он просто поторопился и двигался в своем направлении. Также по случаю левит шел той же дорогой. Что мы видим? Мы видим, что этот человек, который тоже имел внутреннюю заповедь, он сказал, что «Мое останется моим, я почему должен вмешиваться в чужие проблемы? Мало ли, почему там этот человек лежит. Ну, видно, что он умирает и, может, до утра совершенно не доживет. Но мне-то какое до этого дело?» Но был еще другой человек. Это человек, которого Иисус возвел в ранг. Он как бы через это показал пророчески на Иисуса Христа, на нашего Господа. И он сказал, «Мое будет твоим». Вот стандарты божественной любви. Что силы, если мы будем знать множество псалмов, замечательно молиться, говорить языками и даже пророчествовать? Но когда рядом с нами окажется человек нуждающийся, и, может быть, он едва живой, и мы логически понимаем, что «А какая мне польза? Он вообще, сейчас я на него инвестирую, отдам, пожертвую, помогу, вытащу, измараюсь, потеряю время, и еще ущерб финансовый на себе понесу». «Мне какая из этого прибыль?» Вот наш Бог Небесный, посылая Иисуса Христа на эту землю, не думал о выгоде и не думал о какой-то прибыли. Он думал о том, чтобы отдать свою жизнь за человека, за любого. Когда мы приходим к Господу? А давайте проанализируем состояние своего сердца. Мы приходим к Господу именно тогда, когда у нас вообще ничего нет. И это хорошо. Потому что многие люди очень с трудом слышат голос Божий, когда их жизнь полна изобилием, она полна благословениями, она полна здоровьем, силами, финансами, радостью. Они спокойно смотрят в будущее. Но когда нас прижало хорошенько, когда стукнула нас жизнь, вот тогда мы начинаем открывать свое сердце для Бога и говорить, «Господи, прости, помилуй, прими, защити, накорми!» И хорошо хотя бы так обратиться к Господу. И Бог говорит, «Всякий, кто призовет мое имя, он спасется». И неужели вот этот контраст между обычным самарянином, который был в презрении, иудеи всегда на самаряна смотрели, как на людей второго сорта, и никак не думали, что эти люди обладают колоссальным правом носить внутри себя откровения о живом Боге. А вот мы, иудеи, мы знали, у нас сила, у нас закон, за нами Моисей, Авраам, у нас все благословения, храм в конце концов у нас. Но слушайте, а в чем была сила этого храма, откровения и Моисея, этих всех святых имен? Если в момент нужды, когда рядом с тобой умирающий человек, ты просто проходишь мимо, ну неужели в этом сокрыта вся божественная духовность нашей жизни? Неужели для этого нам дан Дух Святой, чтобы мы спешили молиться, спешили хвалить, спешили в храм, а когда рядом с нами возопиет кто-то, а мы просто его не замечали? Именно это я называю страшной бедой последнего времени. Эта беда называется равнодушное сердце. Если сегодня множество кричат, о антихрист, о печать, о многие проблемы, о катаклизмы, о чаши гнева будут выливаться на землю, это все неизбежность. А я сегодня смотрю в собственное сердце и задаюсь вопросом, а что внутри моего собственного храма? Что происходит с моей любовью к ближнему своему? Ведь это и есть напрямую отражение той здоровой духовности в связке с моим Богом. Если с Богом у меня все хорошо, то и с ближним моим будет все хорошо. А если с ближним моим хладнокровное, безразличное, такое внутреннее состояние, мне все равно, то это говорит о том, что у человека внутри пусто. Вот это говорит о том, что выжженная пустыня. Это говорит о том, что жертвенник взаимоотношений с Богом пуст. Там нет ничего. Сердце не реагирует. И вот этот вердикт равнодушие. Этот вердикт, когда человек живет только для себя. Когда внутреннее состояние, мне нет дела ни до кого. Хоть кричит, хоть пожар, хоть кто-то тонет, хоть кого-то бьют, хоть кого-то там, простите, насилуют. А мне какое с этого дело? Я иду своей дорогой. Но ведь это грех, самый настоящий грех. Как Дух Святой, который излился в сердца нашей любовью Божьей, он не останется в покое. Он будет побуждать, он будет говорить, шептать, повышать свой голос, в конце концов, рассчитывая на наш храм, наши руки, ноги, глаза, уши, чтобы мы вклинивались в чужую беду. Давайте посмотрим на одного Божьего героя, который является для меня примером веры. Это человек Божий по имени Неемия. Первая глава со второго стиха. Книга Неемия. «И пришел Хананий, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме, и сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота ее сожжены огнем». Услышав эти слова, вот обратите внимание, «я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». Я только могу представить себе этого Божьего человека, который, конечно, был переселенцем, и, кстати, он неплохо устроился там, среди халдеев. У него была хорошая позиция, он имел право пребывать в этих царских чертогах, в самой сердцевине лучшей пищи того времени, где лилась рекой всякая изобилие, и он вкушал, он был этим виночерпием, и он сам предстоял пред лицом царя. Да, вероятнее всего, у него прекрасная пенсия была, у него были замечательные стандарты по здоровью, да все лучшее, потому что он выполнял великую роль, он словно как, знаете, этот барометр для здоровья царя. Все проходило через него. И вдруг в его очередной выходной приходят какие-то родственники, которых он не ждал. И, кстати, эти родственники не являлись ни олигархами, ни кем. Они пришли с потухшим взглядом, и они сказали ему ту истину и правду, что уцелевшие от плена, которых не переселили, находятся в великом бедствии. Даже не было слова «Ниемия», что ты скажешь об этом. «Ниемия», а если у тебя сила, чтобы пойти к царю, взять армию и восстановить что-то, «Ниемия», а как вот ты тут хорошо себя чувствуешь, а мы там плачем и стинаем. Потому что разрушенная стена – это разрушенная защита. Стены того времени выполняли роль безопасности. Разрушенная стена – это однозначно разрушенная экономика. Потому что все любые хищники, воры, лихаимцы, проходимцы могли пройти сквозь этот Иерусалим. Потому что нет безопасности, нет экономики. На что это влияет? Это влияет на способность рождать, умножаться и усиливать свой род. Конечно, когда нет безопасности, нет финансов, люди не думают о продолжении рода. Они думают, как бы выжить сегодня. Поэтому символом разрушенных стел является жизнь человека, полностью идущая в разрушение, полностью идущая в деградацию. Когда Ниемия это услышал без любой претензии в свой адрес, он пал на свои колена, просто пал на свои колена. Он стал молиться к Богу, внимание, он стал поститься. Он ограничил себя от прекрасной пищи, он плакал. Когда вы видели в последний раз мужчин, которые были бы затронуты какой-то информацией, они просто бы плакали, плакали, плакали. Почему? Потому что мои родные, мои друзья и даже тех, кого я в жизни никогда не видел, находятся в великом бедствии. Посмотрите контраст равнодушных его сердца из книги, из Луки 10 главы, где про доброго самарянина говорится, о священниках и левитах, и о Божьем человеке Ниемии. Чем они отличаются? Все было одинаково. Но этот человек был близок к Господу настолько, что он согласился внутри себя разделить ответственность вместе с Богом о тех, оставшихся брошенных, повисших на волоске жизненных судьбах. Конечно, у него не было ресурсов, конечно, у него не было ничего, но он в сердце своем положил единственное желание, имея единственную возможность – молитва. Молитва. Молитва перед Богом Небесным. Давайте мы посмотрим с вами о том, почему люди становятся равнодушными. Первое. Они не знают Бога. Это на самом деле так. Сегодня многие люди живут в таком эгоизме, и когда это время последнее умножается и усиливается, и приближается всему конец, кругом пандемии, финансовые проблемы, все рушится, и многих экономика рушится, люди буквально находятся в страхе. Они не знают Бога. Им не до великих добрых дел. А мы с вами имеем привилегию знать Христа, который отдал свою жизнь и который влечет нас в сердцевину нужды других людей. Второе. Почему люди становятся равнодушными? Когда им самим было трудно, им никто не помог. Вспоминайте себя. Как вы чувствовали внутри себя, когда вы нуждались в какой-то помощи? Ага. И ожидали ее от кого-то? Может быть, это были люди, которых вы правда на них рассчитывали. На ваш взгляд, они имели силу и ресурсы, чтобы вам помочь. Но эта помощь не пришла. Знаете, это так выжигает все внутри. Такое разочарование приносит. А разочарование притягивает впоследствии ожесточение сердца. И человек становится черством. Он становится как камень. И он говорит, мне никто не помог, когда мне было трудно. Почему это я должен помогать другим? И он от разочарования приходит к ожесточению. Третье. Почему люди становятся равнодушными? Прошлые неудачи. Попробовала что-то. Попытался когда-то, но не получилось. Соответственно, раз не получилось, я имею полное право успокоить свою совесть и сказать, было, но прошло. Пытался, не произошло. Поэтому буду как-то жить тихо, спокойно, не вмешиваться в чужие боли. Вспоминайте Моисея, когда Бог уже стал с ним говорить в Египте, что он живет среди фараона, но это его не настоящая семья. А настоящая семья это был падший Израиль, где сыновей Израиля бросали в Нил, а у них никакой перспективы. И он уже начал духовно отождествлять себя с этим народом. Помните первая его попытка, как он хотел помочь Израилю? Он увидел, как египтянин бьет израилетянина. Моисей вышел, вышел, как-то прихватил этого египтянина, тот скончался. Присыпали его. И можно сказать, ну что, не получилось. И на следующий день уже два еврея бьются. Тут уже никого не прихватишь. И тогда, когда он сказал, братья, что же вы делаете? Они ему тут же напомнили, а что ты, кто ты такой? Тебя кто поставил над нами? Может, ты нас так же присыпать хочешь, как и вчера? Понимаешь, разочарование имеет очень большую силу. И когда у тебя что-то не получалось, это же не говорит о том, что у тебя не получится. Ты обретаешь опыт. Ну, у кого из нас всегда все получается с первого раза? Ну, вспоминайте такую чудесную привилегию, когда на свадьбе и жених, и невеста, и им там кто-то кричит, горько, мы в наших церквях не кричим горько. Мы всегда говорим, сладко. И у нас такая заповедь есть. Мы говорим, горько, горько не кричите, вы нам сладко говорите. Сладко, сладко все у нас. В общем, ну, там целое стихотворение. И как-то не первый раз соприкасаются со своими святым лапзанием. А, кто-то краснеет, кто-то смеется, кто-то там глаза закрывает, потому что это неловко, неказисто, как-то вообще мимо, кто-то в плечо, кто-то в локоть, что-то такое происходит. Ну, первый раз! А потом чувства навыкам приучены. Поэтому, если что-то не получилось впервые, не останавливайся на достигнутом. Итак, четвертое. Почему люди становятся равнодушными? Обман о том, что ты не сможешь спасти весь мир. Не сможешь. Я думаю, интересно. На самом деле ты не сможешь спасти весь мир. Сидишь и думаешь, там нужда, там нужда. Пожилые, соседи, людям, детские дома. А как же Африка? Так голод еще, так Никарагуа, так там война. И вы знаете, когда начинаешь анализировать, с каждым анализом у тебя приходит такой минус, и руки прямо опускаются. Я не могу, я не могу. И я вот думаю, ну почему такие божьи люди, как священник и левит, просто прошли мимо? Наверное, у них были свои какие-то аргументы. А что я? Ну вот завтра опять будет здесь лежать какой-нибудь избитый каким-нибудь бандитами, что я опять буду включаться? А после завтра опять? А я вот иду этой дорогой. Знаете, может нам и не надо думать о помощи всему миру, но нам надо думать и пользоваться возможностью помогать хотя бы одному человеку. Пятое, почему люди становятся равнодушными. Собственные нужды. У меня нет ресурсов, поэтому я имею право не помогать. Драгоценные мои братья и сестры, у Ниэми не было никаких ресурсов. Ресурсы приходят всегда после. Сначала открытое сердце, а потом благословение от Господа. А потом открытые источники. А потом с неба приходят сверхъестественные чудеса. Сначала решение, сначала любовь и хоть какое-то действие, а потом открытые двери. Аминь. Что нам нужно делать, чтобы не стать равнодушными людьми? Первое. Знать, что твое сердце будет атаковано грехом. Однозначно. Сегодня, когда умножаются беззаконии, я должен бодрствовать как никогда. Я не могу быть в ответе за всю духовность всех церквей, но я в ответе за свое сердце, за своих деток, за свою семью. Я должен внутри себя анализировать. Я ответственен за состояние горячей любви внутри собственного сердца. Второе. Проговаривать в молитве, Господи, что повелишь мне делать каждое утро? Ну, скажи эти слова. Господи, я прошу тебя, дай мне откровения, что ты повелишь мне делать? Куда ты направишь мои ноги? Мое сердце? Мои финансы? Третье. Реагировать даже на мелочи. Слушать голос Святого Духа, что Он говорит нам. После молитвы Бог всегда приходит. Он не требует, не вдалбливает в наши сердца ничего. Он нежно говорит. И Дух Святой будет в течение дня обращать твое внимание от какого-нибудь раненого голубя на дороге, которого вот-вот затопчут машины. Или, может быть, для пожилого человека, которого надо перевезти по улице. А может быть, это люди, находящиеся сегодня в очень тяжелом финансовом положении, находящиеся дома, и по причине пандемии не могут выйти куда-то. Иди волонтером, иди в церковь. Реагируй на мелочи, воспитывая внутри себя состояние неравнодушного, сердца. Четвертое. Не жить прошлыми неудачами. Ну, не жить. Я вот сейчас вспоминаю историю. У меня одна женщина говорит, там, помоги мне картошку вскрывать. У меня с прошлой жизни, когда мне папа говорил, там, пойдем на картошку, мы же всегда сеяли ее километров за 10 от дома, и нужно идти по этому лесу, потом копать картошку, ждать какой-то зил. Ну, для меня это чуть ли не в ад спуститься. Знаете, а потом меня как-то, когда я уверовал, меня одна сестры говорит, пойдем там, надо покопать у меня там на даче. Ты же уже не скажешь, ты же знаешь заповедь. Но попросили одно поприще, иди два. И я говорю, ладно, аминь. Я приехал на эту дачу, и больше не приехал никто. Я один, и лопата со мной. Так мне захотелось по нужде, и даже не было, куда сходить на этом участке. Я зашел на чужой участок, там был такой деревянный саркофаг, и нужно было туда зайти. И я прям зашел, ну, стыдно, чужая земля. Знаете, зашел, закрыл дверь, и подул ветер. Ветер так подул, что вот эта защелка деревянная и опустилась. Я оказался на чужой земле, в чужом туалете с закрытыми дверями. И я понял, что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Итак, драгоценное, но Бог меня вытащил оттуда. Аминь. Люди веры, они видят возможности, а не нужды. Драгоценные мои братья и сестры, я очень прошу сегодня, чтобы мы анализировали свое сердце. Вывод моей проповеди таков. Мы живем во время, когда охлаждение и безразличие набирают обороты. Смотри в собственное сердце. Если надо, покайся перед Господом. Просто выверни всю свою внутренность и войди в отношения с Духом Святым. Приблизься к Нему в молитве, и Дух Святой даст обновление. Следующее. Определись, кто ты, бесплодный священник или добрый самарянин, который отдал все, что у него было, чтобы накопить себе награду на небесах. Следующее. Наслаждайся радостью от добра и милосердия, которое ты делаешь. Оно обязательно вернется к тебе. И вовлекай в процесс других людей. Сегодня наша Богом спасаемая Россия похожа на тот Иерусалим с разбитыми, разрушенными стенами. Так много нужды, так много боли. Но мы молимся сегодня о том, чтобы Господь исцелил нашу землю, исцелил и поднял внутри каждого сердца желание служить Господу и быть обновленным в Божьей любви. Божья любовь – это не эмоции. Божья любовь – это решение. Отец, я благодарю тебя за этот эфир. Я благословляю каждого брата и сестру. Я молюсь, чтобы сердца были изменены. И я прошу, дай нам обновление. Во имя Иисуса. Аминь.